Голые и напуганные от страшного пекла саратовцы бегут поближе к воде. В будний день на набережной не протолкнуться. Заплывы устраивают даже там, где купаться нельзя. С начала июня степловыми ударами госпитализировали 18 человек. Врачи говорят это немного. В аномальном 2010-м было в два раза больше. Сейчас в сутки поступает примерно 800 вызовов. Стандартная цифра для лета. Больше всего страдают сердечники. Возросло количество обращений людей с общественных мест. То есть те же самые заболевания. Людям становится плохо. Вызывают уже на сердечные приступы, на повышение давления, на понижение давления. Естественно, чаще выезжаем на уличные адреса. Остановка общественного транспорта. Учреждения достаточно часто. Такие как банки, магазины. В этом кафе вместе с меню подают полотенце. В жару рестораторы предлагают новую услугу – холодный душ. Правда, пользуются им в основном бармены. Из клиентов за весь сезон охладилась всего лишь пара девушек. А вот мужчины, как ни странно, берегут наряд и прическу. Ужасно жарко всегда здесь. И хочется остудиться постоянно. Потому что постоянно бегаем. У нас как бы только бармены работают. Мы и официанты, и администраторы. Еще одна сезонная фишка общепита – мастер-классы по летнему меню. Самые востребованные сейчас – фрукты и овощи. Они снабжают организм водой и забирают лишнее тепло. Кроме того, летом все блюда – от супа до десерта – должны быть прохладными. То же самое – огуречный суп. Сейчас мы готовим. Он готовится довольно-таки очень быстро – 10-15 минут. Он готовится. Никаких сложных гердинов нет. Он очень питательный. Очень хорошо охлаждает. И прекрасно подходит для девушек, для своей фигуры. По прогнозам синоптиков, страдать от жары саратовцам осталось совсем недолго. Уже со среды температура воздуха должна стать комфортной. Но моя коллега Кристина Трушина, похоже, решила не дожидаться середины недели. Она окунулась в прохладу прямо сегодня, в разгар рабочего дня. Кристин, рассказывай, где была. Да, Алена, если ты думаешь, что я сегодня весь день провела под кондиционером, это не так. Мы отправились туда, где температура гораздо ниже, чем у нас на студии. Правда, для этих съемок мне, пожалуй, придется одеться. Ну что, идемте? Станция переливания крови, холодильная камера. Мы слегка шокированы. Разница с температурой за окном больше 70 градусов. При минус 40 хранят плазму. В таких условиях она проживет несколько лет, ну а мы с оператором не выдержали и трех минут. Люди, когда очень жарко, они ходят сюда охлаждаться. Не выходите? Я сама, нет. Боитесь заболеть? Не, не боюсь. Нет, здесь как бы такая криотерапия. Она даже полезна. Для чего? Да, в некоторых санаториях есть такие специальные вот бочки, вот это с низкой температурой, там минус 80. И там какой-то вот, это криотерапия называется. А у нас она как бы вот. Ну то есть у нас сейчас лечебная процедура. Омолаживание организма, да. Без курток и перчаток сюда даже в жару не ходят. Это холодильник площадью 400 квадратных метров. При морозе в 10 градусов рыба ждет отправки в магазины. Летний зной агрегат едва выдерживает. Чтобы мотор не перегрелся, его время от времени обливают холодной водой. Охлаждаемся не только те работники, которые работают на складе, но и периодически работники с офиса приходят, потому что не всегда справляются кондиционеры, особенно когда в последние дни температура зашкаливала за 40. Несмотря на сезон отпусков, массовые катания в «Кристаллике» не прекращают. На льду около 5 градусов тепла. Настя Григорьева почти каждый день на катке. Говорит, убивает двух зайцев. Сама она поддерживает спортивную форму, а мама спасается от жары. Мне холодно. У меня вот в багажнике лежит пуховик штаны-кроссовки. Растут и мы не болеем вообще, потому что ходим каждый день. Закаляемся. По словам медиков, резкие перепады температуры в жару небезопасны, особенно для слабого сердца, поэтому любое охлаждение должно быть постепенным. Кстати, психологи уверены, что неплохое средство от жары – фотография зимнего пейзажа. Если ее долго рассматривать, становится не так душно. Кристина Трушина, Игорь Шишили, Новости Телеобъектив.